С вами Борис Тенцер и программа «Контакт по понедельникам». Здравствуйте. Здравствуйте. В последнее время очень много сообщений приходит из Беларуси. Очень противоречивые сообщения в том плане, что Советский Союз развалился, многое изменилось в Советском Союзе, многое изменилось в бывших странах Советского Союза, плюс-минус как-то развивается. А вот в Беларуси серьезно стоят друг против друга два лагеря. Лагерь президента, который держится за власть, скажем так, и лагерь тех, которые недовольны, лагерь оппозиции, лагерь людей, которые считают, что жить надо по-другому. Казалось бы, все это ново, но на самом деле все далеко не так ново, потому что у меня появилась возможность, была возможность познакомиться с человеком, который как бы из далеких лет 80-х, 70-х, 80-х рассказал о том, что диссидентское движение в Беларуси, оно имело свою историю, оно имело свое отношение, свою позицию. И это движение, может быть, в какой-то степени и создало ту ситуацию, которая сегодня, когда люди все-таки считают, что жить они должны так, как они хотят, а не как человек или группа людей, находящиеся у власти. И такой человек, которым я познакомился, и которым я хочу сегодня вас тоже познакомить, ее зовут Наталья Татур, поэтесса. Она поэтесса, да, она поэтесса, диссидентка, бывшая диссидентка, поэтесса, живущая сегодня в Америке. Но я хочу вас немножко заинтриговать. Евгений Евтушенко, популярный поэт, 80-е, 70-е годы, бежит на пляже, берет в руки журнал, который называется «Неман», вот такой вот журнал, на пляже, открывает на странице, начинает читать стихотворение, потом смотрит фамилию, Наталья Татур. Он потрясен, он летит в Минск, чтобы увидеть эту Наталью. Он летит в Минск, чтобы сказать, что в Белоруссии есть поэт, и зовут ее Наталья Татур. Наталья, здравствуйте. Я что-то не преувеличиваю? Сразу говорите. Здравствуйте, Борис. Может, пляж не тот был, или Евтушенко не тот? Нет, вы говорите все удивительную правду говорите, так оно и было, на самом деле. Евгений Александрович, да. Пожалуйста, прочитайте это стихотворение. Хорошо. Вот это будет ваша визитная карточка, и Евгений Атушенко тоже, его вкус. Да, пожалуйста. Стихотворение называется «Четвертый». Во время Великой Отечественной войны в Белоруссии погиб каждый четвертый житель. Я представляю это так. Страна построена в колонны, стоят в предчувствии атак на перекличках батальоны. И по порядку номеров они поротно рассчитались, и на обочинах дорог одни четвертые остались. Зловещий луч из темноты лицо четвертого наметил. Но в этом смертном синем свете еще живут его черты. Одно мгновение живут, потом лицо уже померкло. На безвозвратную поверку полки четвертые идут, и остается за чертой уже четырежды четвертый. Не ровен шаг колонны той, и строй ее уже не четкий. Кроваво зарево ракет, и головы упавших белы. Глаза их до сих пор во след, глядят ушедшим к дню победы. Четвертый шел в судьбу мою учителем. Любимым, другом шел просто протянуть мне руку. Но он четвертым был в строю. И знаю я наверняка, когда пусты скамейки в сквере, Когда пусты ряды в партере, там нет четвертого полка. Очень тяжело после этого что-то комментировать. Я знаю только одно, что это хорошее стихотворение. И я понимаю Евтушенко, который специально ради этого поехал в Белоруссию, чтобы видеть вас. Но поэтесса, которая сегодня у нас в гостях, поэтесса, которая прочитала такое стихотворение, Этот человек был еще и диссидентом. То есть, что такое диссидент в вашем представлении? Диссидент это тот, который не согласен с тем, что происходит. Человек, который имеет активную гражданскую позицию. Вот такой диссидент. Сколько вам лет было, когда вы написали это стихотворение? Я это стихотворение написала в 19 лет. 19 лет. У вас уже было свое представление о том, что такое четвертый, которого недосчитает в жизни. Просто в этом стихотворении я полностью отразила, скажем, ту атмосферу, в которой я выросла. Я выросла в атмосфере людей, переживших войну и живших войной в мирное время. С одной стороны, вы воспитываетесь как бы в социалистической действительности, где, ну, как бы, чтут память погибших, по крайней мере, официально. Говорят много о патриотизме. И растет девушка, молодая девушка, которая почему-то недовольна жизнью. Давайте мы посмотрим несколько фотографий, которые я бы хотел тоже представить вас. Первая фотография, пожалуйста, покажите нам, на которой будет у нас написано «100 лет Марку Шагалу». Вы тоже можете смотреть сейчас на экран. Хорошо. «100 лет Марку Шагалу». Это что? Это демонстрация протеста или это дань великому художнику? Я горшусь тем, что я организовала первую в Минске демонстрацию протеста в поддержку столетия Марка Шагала, потому что Минский горком партии в те времена запретил праздновать столетие моего любимого художника, белоруса, витебчанина Марка Шагала, потому что его объявили сионистом. Скажите, пожалуйста, какой это год? 87-й год. На этом плакате даже нарисовано. А, да, 87-й год. Да, точно. Минск, 87-й год. И что, в 87-м году нельзя было сказать, что Марк Шагал, я приветствую тебя в столетие твое? Понимаете, в 86-м году к власти пришел Горбачев. Минск – это провинция. И это был махровый социализм, который продолжался дальше, только со сменой власти в Москве. То есть я хочу понимать так, что то, что происходит сегодня, вот Лукашенко, вот все эти постоянные сообщения оттуда, новостные сообщения о противоборстве, о всяких его, скажем так, реакциях на желания людей и так далее. Это все как бы вытекает, это все последовательно. Это не то, что вдруг неожиданно пришел человек и изменил ситуацию. Я должна вам сказать, что ситуация ведь меняется еще и исторически. То есть я считаю, что Белоруссия на сегодняшний день, она сильно отстала от всего мира в своем гражданском развитии, в отсутствии гражданских свобод. И вот это есть как бы истоки вот от этой вот, скажем, этого события столетия. Мне очень льстит то, что вы говорите, но смею надеяться, что это может быть какая-то маленькая капля положила начало. А что с вами сделали? Ну и что? Ну вышли вы, сколько у вас здесь? Я прошу прощения, что я вас пытаюсь пересчитать. Ой, горстка людей. Горстка людей, считай. Девять человек, да, три, шесть, десять, да, десятка. Десять и две американки, это очень важный факт. А их здесь нет на фотографии? Да, есть, но, к сожалению, фотография такая нечеткая, что Джин и Кэнджи. А что такое? Откуда взялись американки? Вот сейчас вам расскажу. Американки взялись из мастерской художника Евсеева. Это был такой диссидентский клуб. Ведь что было диссидентство в те времена? Это кухни. Это кухни, это мастерские художников, туда, где можно было прийти, выпить рюмку чаю и высказаться, и мечтать что-то изменить. Вот это вот такие вот дома. Вот таким вот клубом Минской интеллигенции, одним из них, потому что мой дом тоже был таким клубом, была мастерская художника Евсеева. Виктор Евсеев, живописец, очень хороший белорусский живописец, познакомился с двумя американками, двумя учительницами, которые приехали с какой-то туристической группой. И со свойственным ему обаянием он пригласил их в мастерскую, а они, будучи свободными гражданами, сейчас же согласились, оторвались от группы и туда пришли. Тут же пришла в эту мастерскую я и сказала, что я безумно возмущена запрещением столетия Марка Шагала. А что значит, они официально как-то сообщили о том, что нельзя праздновать, выходить на улицу? Это было постановление горкома партии. То есть вот это вот аналогия можно провести, что вот сейчас эти молчаливые демонстрации в Минске, да, и запрет на молчание, запрет на аплодисменты, они идут вот от того времени, от запрета горкомом партии на столетие, на празднование столетия? Я думаю, что это такая вот, скажем, недобрая традиция, безусловно, безусловно. Это была дикая совершенно акция против культурной акции. ЮНЕСКО объявила 87-й год годом Шагала, и вдруг Минский горком партии, экоорганизация запрещает. Хорошо, вы решаете идти. Да, мы решаем идти. Во-первых, вы не боитесь или вы уже уверены, что Горбачев вас спасет? Вы знаете, я даже об этом не думала. Вообще никто, может быть, кто-то и боялся. Кто боялся, тот не пришел на демонстрацию. Мы приглашали всех наших знакомых. Но вас тут 10 человек. И двое моих детей. Это вся наша демонстрация. И вы еще детей туда же втягиваете. Да, дети мои все время были мои постоянные соратники. Да, и на выставке, на коллектор, на интеракции. Вот собралась такая группа людей, американки, вот Джин и Кэти, тут же сказали, «Ой, демонстрация, это чудесно, это окей, мы пойдем с вами». Время провожения. Они очень развеселились от того, что они сейчас поучаствуют в демонстрации. Но они никогда не подозревали, что это будет столь неприятно. И что, вас арестовали, вас наказали? Нет, нет, нас не смогли арестовать. Вам сказали, пальчиком нельзя. Борис, власть в Москве уже поменялась. Сидела другая голова. Она носила фамилию Горбачев. Но что это значило, еще никто не понимал. Потому что Белоруссия – это красная, махровая, партизанская, наиболее преданная коммунизму республика. У нас ничего не поменялось. Поэтому горком партии, он, что называется, не проявил гибкости. Как-то он до этого не дошел, что надо уже перестать так действовать. И вот была огромная передовая статья о сианисте Шагале. Это было смешно и позорно. Это был позор Белоруссии. А поскольку я тогда вела по телевидению программы о художниках, и Шагала я очень любила и продолжаю любить, это мой любимый художник. К тому же, конечно, вы прекрасно понимаете, что это была анти-антисемитская демонстрация. Меня и всех, кто вышел на эту демонстрацию, ни одного еврея тут нет, нас глубоко возмутило именно антисемитский дух этого запрещения. Вот Шагал, Сианис, ну как... Почему? Почему вас, которые никакого отношения не имеют к еврейству, возмутило? Нет, имеем. Абсолютно мы имеем отношение к еврейству. Это наш народ белорусский. Наш белорусский народ состоял в основном из трех национальностей. Евреи, поляки и белорусы. И наши евреи, наши белорусы еврейские... А вот зарубежные, украинские евреи, вам нравились? Тоже не нравились? Нет, как это не нравились? Только ваши, белорусские? Нет, у меня евреи, мои друзья, и они такие, они белорусы, они наш народ. Понимаете, мы не были оторваны от евреев. Но вот это вот стремление белорусской власти свыше насадить антисемитизм, это было совершенно отвратительно. И мы, как люди, скажем, с гражданской позиции, вот собрались в такую группу, нарисовали такой плакат и пошли по центральной улице Минска, по проспекту с таким плакатом. Ехали машины, люди вообще ничего не поняли. До этого в Минске никогда не было никаких подобных акций. Конечно, демонстрация была не санкционирована, потому что их не было вообще, никто не знал, какими они должны быть. Как их санкционировать? Мы прошли большой отрезок пути по центральной улице, вот с шарами воздушными. Мы праздновали столетие Шагала, имели право вместе со всем миром. Пришли мы в Троицкое предместье, это исторический центр Минска. Вот там видны дома на фотографии, это Троицкое предместье. К слову сказать, в своем детстве я в этом Троицком предместье жила. То есть я в этом музее просто жила, там жила моя бабушка, и потом это место стало культурным центром историческим. Мы дошли благополучно до Троицкого предместья, и там встали. По дороге к нам присоединилось немало людей. Потом художники, которые сомневались идти, не идти, немножко боялись идти, они все-таки вдруг решили прийти, они пришли. И вот теперь очень известный лондонский художник Валера Мартынчик, он пришел уже в Троицкое предместье. И вдруг, когда мы в этом Троицком предместье стали, вот чтобы сфотографироваться и посмотрели вокруг, вдруг оказалось, что мы окружены уже довольно плотной стеной милиции. Из-за милиции уже подъезжают и группируются черные волги. Понятно, что в черных волгах уже сидят представители партии КГБ. И уже было не по себе. Уже милиционеры были с дубинками, уже мы видели, что наши американки уже сильно побледнели. И было совсем... Милиция отрезала от нас народ. Да нас бы просто как котят поперебили. Но сила нашего духа была очень велика. Это очень важно. Вот что я хочу пожелать своим соотечественным белорусам, это белорусам, это силу духа. Надо противостоять духам, не горлам. А вот сказать мне... Вы хотите сказать, что они чувствовали ваш дух? Нет, они тогда ничего не чувствовали. Они, наверное, еще в детский сад ходили тогда. Это же совсем другое поколение. Нет, я имею в виду те, которые были с дубинками. Да, конечно, чувствовали. Да, они, во-первых, не понимали, что это такое. Они все, другого слова нет, обалдели. Все обалдели. Ну, конечно, в итоге я понял так, что вас все-таки не тронули. Они не решились. Нет, нас хотели тронуть. Потом мы отступили к реке. Там была река, изгиб реки, набережная, и вот она изгибалась. И, вскочив на эту набережную, вот Леша Жданов, великолепный поэт, он тоже участвовал в этой демонстрации. Мы еще покажем. А вот я выглядываю. А, это фотография. Да, вот это я выглядываю, я тут сижу. Вот Леша Жданов вскочил на парапет и стал читать свои стихи. Он благополучно прочитал свои стихи. Все еще больше обалдели, онемели, милиция открыла рты. Ну, вроде бы надо арестовывать, а что стихи читают за стихи? Как арестовывать? Ничего такого не делают, лозунгов не выкикивают. А ведь вспомните, что сегодня за аплодисменты арестовывают и за молчание, и молчаливое прогуливание по центральной улице. Вот это вот страшно, это совсем страшно. Как бы мостик такой, да, мостик такой, 20-летний. Это совсем страшно. Так что нас никто не арестовал, но нас хотели арестовать, и я видела такие уже попытки какие-то там, кто-то давал какие-то комбанды, но я вовремя кричала. С нами две американки, с нами две американки. Вот они, помощь американская. Как бы я хотела, конечно, увидеть этих американок, я думаю, что они никогда не забыли. Они были очень напуганы, они никогда не думали, что это все так на самом деле, ну, драматично выглядит вблизи. И потом Леша закончил читать свои стихи, я вскочила на парапет и тоже стала читать свои стихи. Это был день моего рождения, 29 мая. Тут ко мне подошли милиционеры и уже решили меня скрутить. Лешу побоялись, но уже на мне они уже созрели меня скрутить. А я очень хорошо плаваю, с моей спиной была вода. Я им сказала, если вы только меня тронете сейчас, я прыгну в воду, и вам придется прыгнуть за мной, вода была холодная, чтобы меня арестовывать в воде. Какая ващаяна, какая ващаяна. Они сказали, замолчите, не смейте ничего читать. Я сказала, нет, я родилась в этом городе, сегодня день моего рождения, и я праздную в свой день рождения, день рождения Шагала. И мир празднует, и я имею право, хочу и буду читать свои стихи. И я читала свои стихи из парапета, и опять же, меня никто не тронул. Был провокатор, подпустили провокатора, он что-то ругался плохими словами. И все понимали, что это провокатор, и все друг другу говорили, не трогайте его, не трогайте, это провокатор, что его только до него дотронутся, как сейчас бы началась свара. Все закончилось благополучно, все в конце концов разошли, ну долго не расходились, народ был потрясен. Ну что, милиция постояла, постояла, машины разъехали, значит, остальных действий можно было ждать только позже. Но ничего не произошло. Это сошло нам с рук. Скажите, вот сейчас, я вот смотрю на фотографию, вот интересно, то, что вы сейчас рассказываете об этой вашей решительности и вашем, как бы, поступке. Это все, как бы, сегодня история. Но эта история продолжается. Вы сейчас живете в Америке. Вы, и мы, по идее, не должны, наверное, забывать вот то, что было когда-то. Точно так же, как вот невозможно забыть вот эту, наверное, девочку и фотографию. Пожалуйста, покажите нам следующую фотографию, которую мы с вами, ну, сейчас, вот, пожалуйста. Это, это вы, да? Да, это Наталья Татор. Наталья Татор, да. Да, скажите, пожалуйста, а можно, вот, как вы считаете, я знаю, что вы занимаетесь, вы экстрасенс, да, в какой-то степени. Борис, только не говорите, это с таким вот отчетом. Нет, нет, я знаю, что вы занимаетесь как... Да, я экстрасенс. Да, нет, я... Я экстрасенс. Я хочу, как бы, вложить совершенно другой смысл. Я лечу людей. Лечу людей. Скажите, пожалуйста, вы могли бы вот в этой девочке, которую мы сегодня, вот сейчас смотрим, увидеть черты будущей диссидентки? И человека, который всю свою жизнь, и мы еще об этом поговорим, как бы шел своей дорогой и проповедовал, как бы, ну, я не знаю, самовыражение. Борис, отвечу на ваш вопрос. В этой девочке бесспорно есть черты диссидентства. Я не любила фотографироваться и заставили меня сфотографироваться вот с этими котятами только после очень большого убеждения, подарков, скандала и так далее. Я не любила фотографироваться, так что это достаточно редкая фотография. А сейчас вы любите фотографироваться? После того, как я проработала на телевидении так много лет, конечно, это для меня нормальное состояние. А вот следующая фотография, которую мы сейчас увидим, это ваш отец. Ваш отец, да, вот мы сейчас видим, он довольно известная личность в белорусской истории. Мой отец литератор Николай Татур, он член Союза писателей, он известен тем, что он совершил действительно огромный труд литературный. Он перевел огромное количество польской литературной классики на белорусский язык. Сам он издательский работник, и мое детство это издательство, я выросла в издательстве. Мой папа, он потомственный аристократ польский из очень древней, знаменитой польской фамилии Татуров, получивший свое, скажем, шлихетность и свои звания службой, преданной королю Батурию. Хорошо, в следующей фотографии, наконец, мы видим вас ту, которая была, я понимаю, так, на телевидении, да. И вот это телевизионное время, то, что мы сейчас видим? Это телевизионное время, да, но это еще программа, которая называлась «Семья экстрасенсов». Вот это мои дети. То есть вы рассказывали о своей семье и своих детях, да? Нет, я не рассказывала, я вела программу, и мы втроем проводили экстрасенсорный сеанс. Оба моих ребенка обладают сильным биополем. Они были хорошо обучены, потому что они выросли с мамой экстрасенсом, они знали все гимнастики интересные. И вот после этого, эта программа, которая в Белорусском академическом театре сейчас, вот эта фотография оттуда, сидит большой зал, и потом мы встаем и начинаем работать с этим залом, учим гимнастикам, делаем сеанс. Тогда это было очень модно. И, несмотря на это, у нас есть следующая фотография, где такая типичная картинка – вокзал, чемоданы, поезд. Вы уезжаете из Белоруссии? Я уезжаю из Белоруссии. Я уезжаю из Белоруссии в Польшу. То есть, скажем так, вы почувствовали, что вы не сможете там добиться того, чего хотите, или вы хотели другой жизни? Потому что, смотрите, вот у меня в руках такая небольшая газетка. Если сейчас покажут меня, то я покажу эту газетку. Она не очень хорошо видна, но вот такая раскладушка. Но это антиквариат уже абсолютно. Она антиквариат, поэтому я очень аккуратно работаю. Она издана вами для людей, которые пострадали от Чернобыля. От Чернобыля, совершенно верно. Как себя сохранить, как себя спасти, как себя восстановить, правильно? Да-да, я много этим занималась. Потому что я смотрю, здесь есть упражнения, тут есть разные… И диеты, упражнения, лечебное дыхание. Это было очень актуально. Скажите, это тоже был гражданский поступок или это был бизнес? Я не думала тогда об этом. Газета эта стоила абсолютные гроши. Она продавалась в газетных киосках. Но бизнес – это была моя работа, причем любимая работа. Я проводила сеансы и помогала людям, прежде всего, укрепиться духом. Духом. Потому что после Чернобыля состояние было очень тяжелым. И в таком падении духа очень трудно выжить людям. Потому что ведь действительно это была одна из самых глобальных катастроф человечества. Вы в это время находились в Белоруссии еще, да? Я находилась в это время в Белоруссии. Я написала потом попозже чернобыльскую поэму, где называют Чернобылем не только взрыв реактора чернобыльского, но и некоторые явления, которые я считаю тоже чернобылем, духовным чернобылем. Это антисемитизм в Белоруссии. Антисемитизм вообще, но в Белоруссии в особенности, потому что это была моя республика, и мне было очень горько и очень больно, что это явление античеловеческое вне культуры вдруг началось у нас. Как вы понимаете, Борис, оно не началось вдруг, оно не началось снизу, с народа, оно началось сверху, это была политика, объявить виновного и потом всегда держать его как виновного. Вот то, что вы сейчас говорите, оно в какой-то степени, ну, мне это близко, но чаще всего люди, которые говорят на эту тему и выражают свою позицию, это люди чаще всего евреи, которых задело, которых обидели, которые были ущемлены, они пережили все это, они действительно знают, что такое антисемитизм. В данном случае вы человек, который не еврей, не еврейка, правильно? Да, я не еврейка, но в данном случае я еврейка. В данном случае. Вот, но... И вы как бы не пережили антисемитизм. Вас никто из-за вашей пятой графы, да, я уже стал забывать, пятой графы не брали на работу, такого у вас не было. Вот это очень интересно, вот это диссидентство ваше человеческое, которое переплавляется или как-то впитывает в себя вот эту вот неприемлемость антисемитизма. Откуда это у вас? Борис, ну прежде всего я выросла в среде белорусских писателей. И что, они все были? Очень многие белорусские писатели были евреями. Мы были необыкновенно дружны все с этими писателями, это их жизнь происходила на наших глазах. У нас не было разделения на евреев, неевреев. Это были наши друзья, это были наши люди. Никто не говорил, знаешь, но он еврей, шепотом, да. Это было немыслимо. У нас была нормальная... Но очень часто ведь антисемитизм заквашен на зависти. Какой-то писатель написал лучшую книгу, какой-то человек сделал лучшее, я не знаю, архитектурное произведение и начинается... Но, вы знаете, в среде белорусской, вот этого послевоенного времени, а я же дитя послевоенного времени, этого не было. Этого не было. Я могу назвать целый ряд белорусских писателей, которые были евреями, и это настоящие белорусские писатели, писавшие на настоящем белорусском языке. Как же я могу их отделять? Мне всегда было... Вот с детства, с того момента, как я столкнулась с антисемитизмом, я испытывала одно чувство. Мне было так стыдно. Мне сейчас стыдно даже, что вдруг это существует, и что это такое вообще, и куда это вписать, в какие, так сказать... Куда это вписать, это явление? И я поняла, что это действительно духовный Чернобыль. Это радиация, которая поразила людей гораздо раньше, чем ухлой Чернобыль. Давайте на этой ноте высокой мы на минуту приостановимся, а иначе перевести дыхание надо. И посмотрим рекламу. После рекламы у нас в гостях Наталья Татур, поэтесса. И, как вы видите, не только поэтесса. Итак, реклама. Ноги требуют особого отношения. Если вас замучили косточки, мешают жить мозоли, беспокоят грибок и вросшие ногти, обратитесь в офис специалиста высшей категории Эмилии Строговой. Доктор Строгова уже более 20 лет специализируется на проблемах диабетической ступни, лечении пяточных шпор и общей хирургии стопы. Серьезные проблемы требует внимания серьезного специалиста. 718-436-4306. У нас всего две ноги на целую жизнь. Приходите к нам в офис. Мы о них позаботимся. Илья Левков представляет интеллигентам, интеллектуалам и всем, кто любит читать новинки издательства «Либерти». Разбитые скрижали. Первое полное собрание поэм Семена Фруга 1895 года. В конце 19 века Фруг был ведущим и любимым поэтом, популяризировавшим на русском языке исторические библейские темы. Лиризм Фруга – это уникальный и неповторимый сплав Библии Талмуда с языком Лермонтова и Некрасова. Два достояния дала мне судьба – жажду свободы и долю раба. Фругом зачитывалась русская интеллигенция. Бабель, Ильфа Петров, Вагрицкий, Бялек, Черняховский, Волошин, Айвазовский, Чуковский, Маршак. Эта книга должна быть в каждом интеллигентном доме, где чтут культуру и традиции еврейского народа. Подарочное издание, 700 страниц, твердый переплет, цена 45 долларов. Заказы по кредитным карточкам. Звоните. 212-213-2126. Ваше русскоязычное американское издательство «Либерти» предлагает вам лучшие книги на родном языке. Жизнь – это лишь остановка. Остановка для отдыха. На пути к вечности. У каждого из нас свой путь. Каждый имеет свое предназначение. Но никто не предназначен для того, чтобы остаться навсегда. Ритуальное бюро «Кихила Чаплс» поможет вашим близким пройти последний путь с честью и достоинством, которое они заслужили. И если беде суждено постичь вас, мы рядом с вами. Вам нужно все. И все это вы найдете в газете «Русская реклама». Ваш бизнес в ваших руках. «Русская реклама». Только в наших газетах самая надежная и полная информация. Внимание! Алтрин. Алтрин для меня спасение от боли в суставах и пояснице. И когда я бываю в Нью-Йорке, я обязательно покупаю это замечательное средство. Уникальная натуральная добавка, необходимая каждому. Стимулирует работу сердца, мышц и суставов. Алтрин не имеет противопоказаний и побочных эффектов. Тройная формула «Алтрин» – активный, здоровый образ жизни. 718-934-8484 Изнуряющая летняя жара. Холодные осенние дожди. Красавица зима с перепадами атмосферного настроения. Как защитить себя от жизненных и природных бурь? Найти тень знойным летом. Согреться зимой. Выбери правильный совет и грамотное лечение. Посели весну в своем сердце. Терапевт Евгения Кармазина. С вами Борис Тенцер и мы продолжаем передачу «Контакт по понедельникам». У нас сегодня в гостях Наталья Татур. Наталья Татур – поэтесса. И те, кто сейчас только включил телевизор, я хочу вам сказать, что поэтесса – она действительно от Бога. Но заметил это не только я. Заметил еще это Евгения Тушенко. Много лет назад прочитав это ее стихотворение. И приехавши специально в Белоруссию, чтобы сказать, что есть в Белоруссии поэтесса номер один. Наталья смущается. Ей не очень удобно, но у нее есть в биографии много такого, чего она смущаться не должна. Она всю свою жизнь проповедует право человека быть самим собой. Это звучит громко, да? Звучит громко. Практически я должен сказать, что одна из немногих моих знакомых, которая, не являясь еврейкой, полячкой, очень и очень болезненно воспринимает антисемитизм. Меня это приятно поразило. У нее есть позиция. Она не просто говорит, ой, это плохо. У нее есть позиция, и она ее выражает. У нее есть стихотворение на эту тему. Наталья, пожалуйста, прочитайте нам. Борис, сейчас я вспомнила, что в тех кругах интеллигенции, среди которых я выросла и общалась, самое ужасное выражение про кого-то это было «он грязный антисемит». Это было так страшно. То есть этому человеку был уже конец в эту минуту. Значит, не интеллигент, вне культуры, с ним общаться нельзя. Вот это вот такое было в Беларуси выражение. Так что теперь вы понимаете, в какой атмосфере я выросла? Борис, если вы позволите, я прочту отрывок из своей чернобыльской поэмы, которая описывает ту атмосферу Белоруссии, в которой я росла. С удовольствием, только это не очень большой. Нет, это не вся поэма, это не вся поэма, это только маленький отрывок. «Я заболела ненавистью к миру. За эту строчку наше выдоведство, издательство, меня лишило права на выдание, издание. Один чиновник тусклый меня обуравил честными глазами, как на допросе, несколько часов. Зачем пишу на русском языке? Зачем я вообще живу на свете? И по какому праву я пришла? Потом сей инквизитор заключил. На русской мове пишут одни жиды. Так значит, я известная еврейка? И Саша Пушкин тоже был еврей. Все русские отпетые евреи. Чиновник наш отечество спасал, но надорвался и недавно умер, и как чиновник, и как человек, а посему мир праху. И забудем, хотя все это трудно позабыть. Чиновник тоже родину любил, но странную, бесчестную любовью, как будто бы в чиновничьих глазах все прочие, конечно же, евреи, не вправе были воздухом дышать с ним рядом в этом глупом выдоведстве издательстве. Прости его, Господь. Спасибо. Спасибо, Наталья Татур. Наталья, вот у меня есть еще несколько, несколько фотографий, которые, ну, я знаю, в вашей жизни определяющие. Вот, например, например, следующие фотографии, пожалуйста, покажите нам, мы увидим все тот же вокзал, все тот же перрон, и вы уезжаете в Польшу, вы покидаете Белоруссию, и вот ваш друг, поэт, пожалуйста, расскажите. Алексей Жданов. Да. Это удивительная личность. Кстати, меня очень поразило, знаете, еще что, ну, это уже относится к области, которой вы больше верите, чем я. Вот на этой фотографии есть черная полоса. Скажите о ней. Да. Эта черная полоса, она не имеет отношения ни к браку пленки, ни к какой-то конструкции, которая в это время была на первой. То есть, может быть, при печати это все... Нет, мы много раз это узнавали. Вот прошла эта черная полоса по этой фотографии, причем на других подобных фотографиях ее нет. Только на этой фотографии, которая взялась неизвестно откуда. И после этого, этой черной полосы, это был какой-то такой вот знак, и Леша через год не стало. Ну, мы как бы не будем уходить в эту тему мистики и так далее, но просто я хочу сказать о том, что этот человек был настолько в вашей жизни, скажем так, много для вас значил, что даже ваш муж воспринимал его нормально, когда он лежал при входе пьяный, приходя только к вам спасаться от действительности. Да, к сожалению, Леша страдал алкоголизмом, но это было не всегда. Вернее, он всегда подшивался, он всегда, когда я с ним познакомилась, он не пил, но у него были сильнейшие, скажем, отклонения на почве предыдущего пьянства. Но я не хотела бы углубляться в тему пьянства Леши, потому что это удивительная личность, это очень хороший поэт, и может быть, чтобы познакомить с Лешей, вы позволите прочесть его стихотворение. Ну, давайте, какое-нибудь одно. Вот какое вам понравится. Я могу прочесть сразу такое самое скандальное Лешино стихотворение. Оно как-то очень подходит к тому, что сейчас происходит в Беларуси. Да, пожалуйста. Называет это стихотворение «Сага о мутанте Семенове». После Чернобыла у Леши появилась серия стихов о мутантах, и появилась целая серия картин, которая называлась «Мутанты». И стоят они сейчас очень-очень большие деньги, эти картины. «Как мутант Семенов взял мутантку Клаву, полюбивши в жены, и прижил с ней дочь. Черную, как сажа, синюю, как небо, желтую, как мыло, серую, как моль. Взял мутант Семенов у мутантки Клавы рубль 38 и пошел в кино. А в кино он видит на большом экране, что мутантка Клава спит давно с другим. Взял мутант Семенов бритву-нержавейку, выпил рюмку водки и пришел домой и зарезал Клаву и малютку-дочку и старушку-тещу тестя-старичка. Вот четыре года быстро пролетели, и мутант Семенов вышел из тюрьмы. И мутантку Раю взял мутант Семенов, уломав на силу в жены для любви. Но мутантка Клава встала из могилы, оборотнем встала и пошла гулять. А мутант Семенов с этой самой Клавкой по любви горячей прижил дочку вновь. Трансмутантка-дочка выросла большая, вскоре вышла в люди, кончила нархоз, звать ее Светлана. Черная, как сажа, синяя, как небо, серая, как моль. Знать она не знает, кто она такая, и торгует пивом в лавке на углу, и имеет сзади сто рублей на вару, и не пьет ни грамму, и со всеми спит. Милые мутанты, люди дорогие, с этой самой Светкой спал и я не раз, черную, как сажа, Господи Иисусе, а на самом деле серую, как моль. Вот какие страхи с нами происходят. Ну, а мы не знаем ровно ничего. Но во всем, конечно, лишь мутант Семенов, подлый многоженец, только виноват. Да, я должен сказать, что действительно ни одно стихотворение не было напечатано при жизни. При жизни Леши не было напечатано ни одно стихотворение. Леша умер 43 года. Ему было 43 года. Совсем-совсем без времени. И умер он от невостребованности, потому что поэты умирают от невостребованности. У нас на линии сейчас Владимир Рабинович. Владимир Рабинович Менчанин. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуй, Владимир. Вы можете говорить чуть-чуть погромче. Ну, все. О, теперь нормально. Теперь я слышу ваш голос хорошо. Ну, в студии у нас сейчас Наталья Татур. Вам знакомо такое имя? Да, да. И даже очень знакомо. Очень знакомо. Я знаю о том, что у вас были определенные как бы как бы это помягче сказать определенные взаимоотношения с властями в Белоруссии. Вы сами из Белоруссии, из Минска, да? Из Минска. Можно сказать даже еще конкретнее. Я сидел два с половиной года на Володарке в тюрьме и полтора года на Хитинке. Вот как бы вкратце конспективно судить взаимоотношения. Я повторю, Володя сидел в тюрьме два с половиной года за предпринимательскую деятельность, очень успешную, очень хорошую и нужную всем нам и еще полтора года на Химии. То есть это такое... Это какие годы, Владимир, было? Это было... Посадили... Меня с братом, в 80-м году. 9 января 1980 года нам шли в дом до Николаевской и я посетил до 9 июля 1982 года. А, это вот было, скажем так, еще до перестроечное время, да? Да, перестройка, если я не ошибаюсь. Вы были... Ну, тогда этих людей называли спекулянтами, да? Нет, больше, скорее, форцовщиками. Форца. А, форца, да, форцовщиками. Да, да, было такое. Форцовщиком. Скажите, пожалуйста, ну вот сегодня человек, который был раньше назывался форцовщиком, спекулянтом, еще кем-то, сегодня он называется бизнесменом. Вы сегодня живете в Америке. Да. Вы сегодня успешный бизнесмен? Ну, я занимаюсь тем же, чем занимался. То есть, то же самое, что вы делали в Белоруссии, за которой вы отсидели, сегодня вы делаете в Америке, и все довольны? Да, совершенно верно. Я все тоже спекулянт и форцовщик. Скажите, пожалуйста, а вот то, за что вы сидели, это была музыка, насколько я знаю, вы как бы создали музыкальный? Не совсем форцовка, потому что получил бы я, конечно, больше спекуляций. Это была более тяжелая статья. А сидели мы по статье, которая называлась «Запрещенный промысел». Запрещенный промысел. В уголовном кодексе это формулировалось просто промысел, в отношении которого существует специальное запрещение. А перечень запрещений, там, издательство, книг, изготовление значков. Вот у меня есть, как бы, я вижу, что ваша фамилия Робинович. Да. Ну, в таких случаях, как в анекдотах, говорят, что все-таки вы, наверное, имеете отношение к еврейству, да? Да, конечно, обязательно. Ну, не всегда обязательно, да? В анекдотах Робиновича бывали и русскими тоже, по некоторым причинам. Скажите, пожалуйста, у нас сейчас очень такой серьезный и, в общем-то, интересный разговор. Мы говорим о антисемитизме, как его воспринимали в Беларуси, как это... Скажите, был в Беларуси антисемитизм? Был. Был. Вы это чувствовали? Да. Чувствовал, конечно, я был единственным евреем в классе. Вот. И дело в том, что те дети, с которыми я учился, я с 50-го года рождения, это были потомки тех детей, которые проживали на территории Беларуси, когда она была оккупирована. Эти дети уже успели пойти в школу по гебельцевской программе, они изучали, как бы, немецкий язык, белорусский язык. Арийскую, высокую арийскую программу, да? Да, да, да. То есть, они уже, они как бы были, естественно, они были заражены. Вот. И все это, вообще, вся эта традиция, ну, кроме того, белорусы, это почти поляки, то есть, а отношения поляков евреем, вы сами знаете. А, скажите, пожалуйста, вы бываете в Белоруссии сейчас? А вот уже, наверное, лет 12 не было. Вот. И, а почему, не тянет, неинтересно? Нет, тянет, интересно не тянет. Ну, во-первых, сегодня я просто неискнул бы поехать, непонятно, что там вообще происходит. А потом, ну, дом, семья, дела, и трудно стало поднять. А вы помните немножко, хоть немного, какое-нибудь такое, не бизнес направление деятельности в Белоруссии, а вот диссидентское направление, как бы поиски свободы, желание быть свободным человеком, что-нибудь подобное вы помните? Помню, 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 я возил кучу самоиздателя из Москвы в Минск в свое время, немножечко даже при этом рисковал. Я думаю, что вот, вот эти книжки, которые сегодня, а пол, мой приятель говорил, вот если бы его издать, если бы его издать в полном собрании сочинений, то это было бы не обратно, чтобы он знал, как он нашел. Понятно. Очень интересно. И скажите, как бы в завершение, ну вот это, это часть жизни, которая была у вас в Белоруссии, вот оглядываясь назад, оглядываясь на это, на, на, на бизнес деятельность, на заключение в тюрьме, на вот самоиздатурское произведение и так далее, скажите, ну, знаете, такой традиционный вопрос, если бы сегодня все начинать сначала, вы бы опять в это влезали или нет? Знаете, я бы не стал бы, наверное, заниматься политикой, это все бесполезно, эта страна не ревормируется, и все это оказалось совершенно бессмысленно. То есть я бы просто, может быть, старался бы раньше уехать. Раньше. И попасть сюда не в возрасте 37 лет, а лет 17. Тогда все по-другому бы сложилось. Хорошо. У нас в гостях был Владимир Рабинович. Большое вам спасибо. Хорошего вам бизнеса и всего хорошего. Спасибо. Спасибо, Володя. До свидания. Всего доброго. Борис, можно я отвечу тоже на этот ваш очень интересный вопрос? Да, давайте. Если бы начать с самого начала. Борис, я бы участвовал в этом гораздо активнее. Я бы, может быть, жизнь положила только на это. Ау. Вот так бы я действовала. Сейчас, конечно, уже просто изменились исторические времена, и время в Беларуси принадлежит другому поколению просто. Давайте мы покажем номер телефона. Если кто желает участвовать в передаче, пожалуйста, еще у нас есть несколько минут. Вы можете позвонить. Пожалуйста, на экране 201-461-1384. Звоните, участвуйте в нашем разговоре. Я хотел бы и показать еще одну фотографию. Следующая фотография у нас молодой человек. Да, вот молодой человек. Да. Это немножко, так сказать, символическая фотография. Да, скажите, пожалуйста. Это Данила Баршай. Он сейчас живет в Нью-Йорке. Когда он был маленьким, он был лучшим другом моего сына Егора, участника демонстрации. И он всегда говорил, Егор, ты не переживай, ты никогда в Беларуси жить не будешь. Все, конечно, смеялись. Маленький мальчик говорит, а где он будет жить? Ну, когда я вырасту, у меня же папа еврей, он живет в Нью-Йорке. Я уеду в Нью-Йорк, и я сразу вызову Егора. Но это был хохот абсолютно. А ведь так оно и произошло. Данила Баршай уехал в Нью-Йорк, и как только стал на ноги, сразу вызвал моего сына. Да. То есть я хочу сказать, что вам без злоса с людьми, да? Я люблю. Или вы сами хороший друг. Я людей люблю. Или у вас друзья были хорошие? Смею надеяться, что я хороший друг. Я ценю дружбу важнее и больше родственных связей. Для меня друзья – это больше, чем родственники. Чем родственники. Давайте один звоночек возьмем. Белла, город Нью-Йорк. Здравствуйте, Белла, вы с нами в студии. Да, здравствуйте, здравствуйте. Я тоже мельчанка. И очень приятно, удивлена увидеть такую необыкновенную, во-первых, поэта, не поэтесса, а поэт. Во-вторых, вот когда вы, Борис, говорите, откуда у вас эта вот любовь к евреям, то я хочу вам сказать, Евтушенко же сказал, что у него нет еврейской крови. Но он ненавистен, злобой, заскорузлой. Я всем антисемитом, как еврей. И потому я настоящий русский. Так вот, настоящий поэт, настоящий человек, настоящий гражданин не имеет вражды к евреям. Наоборот. Еще я хочу заметить. Я, между прочим, знала вашего папу. Как неятно. И знакома была с его произведениями. И поэтому, когда я услышала Татур, я подумала, Татур, это же мужчина. Конечно, мужчина. А мне кажется, Наталья тоже. А у нее что-то есть такое мужское. И хотела бы видеть вас не только на экране телевизора, но и в жизни. И хотела бы знать ваш фон, как это сделать. Хорошо, мы подумаем, как это сделать. Спасибо большое. Обязательно увидимся. Обязательно. Вот мы заговорили с вами о друзьях. Вот что интересно, вы приходите на встречу, вы приходите в студию, и вы приносите два сборника. Один из них, можно попросить вас сборники? Да, пожалуйста. Один из них вы приносите свой, первый или второй, а второй вы приносите Алексея Жданова. То есть, вот у вас какой-то... Потом вы приносите папку. Такую, знаете... Старую потрепанную. Старую потрепанную папку. И опять это произведение с Алексеем Ждановым. Я знаю, что у вас есть как бы история, связанная с этой пьесой. Но она не была поставлена. Нет, она еще никогда не была поставлена. Но она имеет уже пользу, она принесла какую-то. Это пьеса? Да. Но она уже написана, в свое время, конечно. Да, вот как, что случилось? Можно я возьму эту пьесу в руки? Да, пожалуйста. Потому что она такая увесистая пьеса. Значит, когда мы с Алексеем Ждановым писали эту пьесу, в течение месяца мы ее писали, вдруг Алексея Жданова власти решили посадить за тунеядство. Ну, за такое стихотворение можно даже жать. Он действительно нигде тогда не работал, кроме как сторожем на стройке, что было очень модно поэтам работать с сторожами. И его с этих должностей тоже благополучно выгоняли. И вот вдруг я узнаю, звонит Леша в 6 утра и говорит, Наташа, меня везут в сумасшедший дом, в Витебск, кстати, на родину Шагала. Меня хотят посадить за тунеядство, а сейчас будут освидетельствовать мою психику. Если мне дадут справку, что я нормальный, то меня посадят в тюрьму, Наташа. А если мне дадут справку, что я псих, то меня сейчас же посадят в сумасшедший дом. На этом разговор обрывается. И Леша исчезает. Я единственное, что успела крикнуть, Леша, только не шути с психиатрами никогда. Потому что Леша был невероятный шутник и шутил очень своеобразно. Например, когда он звонил мне тысячу раз в день, я, конечно, на него кричала, просто срывая голос, чтобы он больше не знал. Он говорит, Наташа, я не понимаю, о чем ты говоришь. Это звонит мое телефонное «Я». Оно посидело в телефонных проводах. Значит, и вдруг Леша получает справку через три месяца, что он нормальный. И его переводят в тюрьму. И его собирается выселять, да? Да, нет, его переводят сразу в тюрьму. Мне звонит мама, говорит, Наташа, Леша уже на Володарского, там, где сидел Володя Рабинович. И я думаю, что же делать? Тогда я беру пьесу, вот буквально так вот прижимаю к груди, и в 8 утра я вхожу в кабинет прокурора города по фамилии Сорока, это был святой человек, и читаю ему эту пьесу 3 часа. И он после чтения пьесы говорит, пьеса мне понравилась. Одно замечание. Выбросьте. Жена говорит мужу, не кури так много, а то ты умрешь от инсульта, как Сталин. Сталин был великий человек. Я говорю, конечно, да. Я вычеркиваю, я вычеркиваю. Я вычеркиваю, прокурор говорит, я вас поздравляю, хорошая пьеса. И вдруг идет к сейфу, открывает к сейф, достает документы Жданова, дело пухлое, паспорт, и отдает мне. И я вот так вот пячусь с пьесой, с документами Жданова, и Жданова выпускают. Да, потрясающе. Пьеса своя уже сработала. Она уже свое отыграла. Совершенно верно. Слушайте, может быть, ради одного этого друга, может быть, стоило эту пьесу написать. Вот может быть, ради этого. Целый зал посидел, хлопал. Ради прокурора Сорока. А вот одного, да, одного. Вы правы. Давайте мы возьмем с вами пару звонков, и у нас времени совершенно. Анатолий Калифорния, здравствуйте. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Будьте добры, очень коротко ваш вопрос. Очень коротко, да. Я хотел бы действительно, вот политическое состояние Беларуси, которое мы видим, и батька Лукашенко, и ущемление прав и так далее, вы сравниваете это, так сказать, с советским режимом, с советским строем. Но сейчас же абсолютно нет. Ведь есть выборы, в которых народ отреагировал. В конце концов... Хорошо, это ваше право, Анатолий. Я ничего против не имею. Вы действительно правы. Вы имеете... Народ голосовать, или как это было? Вот расскажите. Народ не имел права, кто-то им указывал, как голосовать. Вот как это объяснить? Люди... Понятно. Хорошо, хорошо. Я просто прошу прощения. У вас есть короткая фраза. Народу дают голосовать сегодня, или это подтасовано? Народу дают голосовать. Это вопрос следующий в нашей программе. У нас нет сейчас времени на это. Народ в большой части приветствует Лукашенко и любит его. И в этом трагедия Беларуси. А у нас еще на линии Владимир... Откуда Владимир? Я не понял. Массачусетс. Здравствуйте, Владимир. Вы с нами в студии. Здравствуйте. Здравствуйте. Чуть побыстрее, пожалуйста. Алло. Говорите, говорите, говорите. Говорите. Значит, первое, я очень благодарен вам, Борис, за то, что вы пригласили такую чудесную даму. Это моя землячка. Это... Я рад видеть своих земляков на нашем теле экране. И антисемитизм, который начался в Беларуси, я вам могу подсказать. Я старший вас, поэтому я почувствовал на себе. Я слишком рано начал работать. И я работал шофером в райкоме, в обходе партии. И там много евреев работало. Большие начальники были. После того, как я пошел в армию, я 7 лет оттуда был. Там я встретил тоже больших писателей. Хорошо. Я прошу прощения. Я прошу прощения. Большое спасибо вам за звонок. Большое спасибо. Тут мы получили пару записок, с которыми просят ответить. Значит, отвечаю. Первое. Просят телефон, по которому можно с Татур Натальей связаться и поговорить. Продолжить дискуссию. Окей. Она согласна. 718, 216, 23, 24. 718, 216, 23, 24. И еще раз. 718, 216, 23, 24. И еще одна записка просит сообщить, как связаться со мной. Иногда я повторяю это и повторюсь с удовольствием сейчас. Два пути. Вы можете написать прежде всего на... Вот у нас телефон. Это у вас. Вы забыли выключить телефон. Выключите, пожалуйста. Конечно. Пока я отвечаю. Значит, связаться со мной очень просто. Во-первых, напишите на студию RTN для Бориса Тенсора. Или вы можете по электронной почте набрать мой адрес и отправить мне. Очень просто. Тензор. Это моя фамилия. И добавьте букву B. Тензор B. Дальше. Эд, колбаса или что. И gmail.com. Итак, тензор B, gmail.com. Это то, что вы можете связаться с нами. У нас осталась последняя минута. Наталья, я должен сказать вам, что я получил огромное удовольствие. Спасибо вам, Борис. Общаясь с вами. Я увидел, как бы, откуда у белорусского народа есть желание быть свободным. Я благодарен вам за то, что сегодня вы приедете с нами. Всего хорошего. И, как всегда, уважаемые телезрители, я признателен вам за то, что это час понедельник. Вы сидите в телевизор и смотрите передачу «Контакт по понедельникам». До новых встреч, которые для вас вел Борис Тензор. И новые встречи по понедельникам. Всего хорошего. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»